Как и в прошлом году, главная елка города высотой 40 метров зажжет свои огни 28 декабря в парке Тысячелетия. Всего же в столице республики будет действовать более 40 праздничных новогодних площадок для народных гуляний. Для того, чтобы создать атмосферу праздника во всем городе, у нас будут по городу ездить 5 брендированных автомобилей, которые будут оформлены, естественно, новогодние. В этих автомобилях будут передвигаться артисты, циркачи, ходулисты, которые просто в самых неожиданных местах будут останавливаться и начинать представления, а затем угощать всех мандаринами. Новый год, от того, как мы его встретим, с каким настроением, говорят, в народе всегда так год и пройдет. Поэтому просьба главы районов еще время есть усилить работу по новогоднему оформлению. Пока еще много предстоит сделать. Одним из центров новогодних праздниц, в первую очередь для туристов, станет Старо-Татарская Слобода. 25 декабря здесь откроется новогодняя ярмарка сувениров и сладостей, которая будет работать вплоть до православного Рождества. На набережной озера Кабан появится каток. Кстати, о туристах. Уже сейчас загрузка казанских гостиниц на новогодние праздники по системе онлайн-бронирования составляет 90%. Есть и иностранцы, и очень много наших соотечественников. Я думаю, что все причины, они всем известны абсолютно. С границами, которые у нас стали частично закрыты, очень много россиян просто перераспределяют свои праздники новогодние. И, к счастью для нас, они выбирают нас как регион, где бы они хотели провести свои новогодние праздники. И именно внутренний туризм дает очень большое увеличение. Но есть и граждане и США, и европейских стран, и Турции в том числе. Очень много людей, которые приезжают к нам и за границей также. По итогам этого года Казен занимает четвертое место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. Причем это устойчивая тенденция. Город привлекает туристов в любое время года. Поэтому уже сейчас в мэрии озабочены, чем занять будущих туристов и тщательно продумывает план мероприятий на следующий год. Учитывая, что год кино следующий год, и следующий год не только год кино, это еще год водоохранной зоны. Поэтому мы считаем, как в этом году удачно нам довелось соединить год литературы, год парков и скверов. И у нас в результате получились литературные парки и скверы. В следующий год, возможно, мы продолжим показ кино в формате Open Air. И, возможно, это будет на набережных. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Эфир 24. Зажги политическую звезду на телеканале Эфир.